Наложить жгут, продезинфицировать или забинтовать рану – это должен уметь каждый боец. Главное, как говорит инструктор, наладить контакт с пострадавшим. Мобилизованные ульяновцы сейчас проходят военную подготовку в учебных центрах. С ними пообщался губернатор Алексей Русских. Хочется пожелать, чтобы вернулись и целыми, и невадимыми, и со скорейшей победой. Все разных возрастов и профессий, но у каждого сейчас одна задача – научиться быстро, четко и слаженно выполнять боевые задания. Занятия идут ежедневно. Пока одни учатся оказывать первую медицинскую помощь, вторые оттачивают тактику перемещения по полю боя. Да, настроен по боевому, молодцы, интересуются, подсказываем, очень вспоминают. То есть, планово в режиме, все идет, все хорошо. С ульяновцами работает 20 высококлассных боевых инструкторов. На полигоне в Поливно под их контролем бойцы проходят обучение по стрельбе из разного вида оружия, учатся работать с беспилотниками, отрабатывают тактические командные упражнения. Инструкторы обращают внимание не только на точность, но и на скорость действия в условиях, максимально приближенном к боевым. Встретился глава региона и с ульяновскими ребятами, которые проходят боевое слаживание в соседней Пензе. Вместе с Алексеем Русских приехали представители банковской сферы, службы судебных приставов, министерства соцполитики. Они проконсультировали мобилизованных по всем возникшим вопросам. Что вам необходимо, покупаем вам мы область. Область, значит, не безразличные люди. Эту работу мы всю провели, и все, что по списку необходимо, то будет до вас, до всех доведено. Это спальники, белье, термобелье, носки, перчатки, коврики, балаклавы, тактические рюкзаки, баулы. Это все до вас будет доведено. Напомним, из бюджета ульяновской области выделены средства на экипировку для мобилизованных. Сейчас идет работа с производителями, которые в кратчайшие сроки смогут поставить предметы и оборудование для военнослужащих из региона. Анна Тищенко, Управда ТВ.